Я всех приветствую на своем канале Инфам и Чиньфам и с вами Лена. Видео об уходе за волосами, я упомянула о том, что я когда-то вам снимала видео домашней маски для волос, которые я так и не выставила, поэтому да, видео старенького, полтора года назад было снято, еще со старой камеры в старой квартире, но я думаю, что все равно оно будет интересным, тем более, что вы показали свой интерес, поэтому сегодня его выставляю. Обычно, как бы, эту маску я делаю тогда, когда у меня есть время, примерно раз в месяц, она действительно творит какие-то чудеса с волосами, они становятся такие прям живыми, красивыми, здоровыми, и мой муж даже всегда, когда вот идет по улице, видит какие-то неухоженные волосы, ну, как такие сухие, знаете, как Соломон говорит, вот эта женщина точно не знает твоего рецепта красоты. Поэтому с удовольствием, конечно же, делюсь, не могу сказать, что там что-то сверхъестественное, и масло можно использовать базовое, то, которое у вас есть дома. Что ж, высаживайте поудобнее, и давайте начинать. База состоит из кокосового или оливкового масла. Если это кокосовое, и это не лето, то, конечно же, нам надо будет сделать водяную баню и на нем растопить наше масло, пока, в общем-то, не будет всевозможных вот этих вот комочков, чтобы полностью было только одно масло. Разделяю, в общем-то, белок от желтка. Белок я оставляю, сделаю себе маску для лица, а желток добавляю в масло. Затем туда же я добавляю масло авокадо, которое тоже имеет свойство входить внутрь волоса и его питать. После этого также я добавляю масло морковки. Вообще, на самом деле, это вот такой вот у меня набор, там не только масло морковки, там снова же входит уже авокадо, входит ромашка, входит масло миндаля и просто огромное количество всевозможных полезных масел. Это масло подходит как для лица, так и для волос. Беру венчик и, конечно же, все это просто-напросто размешиваю. Наносим маску по всей длине волос. Я начинаю с кончиков. При помощи вот такой вот кисточки, которая, в общем-то, предназначена для покраски волос. Но я дома никуда еще не красилась. Купила ее, конечно же, для маски. Продвигаемся вот так вот к корням. И я обычно наношу, конечно же, на всю длину, чтобы у меня волосы пропитались и были прям сильными и здоровыми. Собираю волосы в пучок. Сверху надеваю поделенную вот такую вот шапочку. Потому что нам надо, чтобы маска вошла. И, конечно же, тепло это помогает. Сверху полотенечко. Так вот себя приукрашаю, чтобы никого не пугать. Но, конечно же, не пугать в основном своего мужа. Затем у меня будет несколько часов. И я пользуюсь временем. Делаю себе маску для лица из белка, который у нас был. И также добавляю туда масла. Все это перемешиваю. Наношу на лицо. Затем, конечно же, надо расслабиться. А значит, что я завариваю свой любимый чай. Попиваю чаек своими вкуснейшими финиками. И беру какую-нибудь захватывающую книгу. Ну, или, в всяком случае, очень интересную. Так что советую вам сделать то же самое. Затем смываем маску тщательно. Повыдя и три захода. Если кто-то вдруг не видел видео об уходе за волосами, я оставлю ссылку где-нибудь здесь. На этом говорю вам все. Видео подошло к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось, что оно было полезно. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующей встречи в новых видео. Всех целую. Всем пока.